Бывший сотрудник силовых структур рассказал о происшествии с Михаилом Ефремовым. В ситуации с Ефремовым есть рядный состыковок, которые наталкивают на мысль, что все могло быть совсем не случайно. Зная, какую деятельность вел Михаил Ефремов, это можно с легкостью предположить. Очевидно, что многим людям он сильно надоел. Его стихи про Путина пользовались большим успехом. Он человек очень известный и популярный, поэтому просто так закрыть его не получилось бы. Все прекрасно знали о его слабости к алкоголю. Эту карту могли легко использовать. Насколько известно, с ним была его любовница, которая после ДТП сбежала. Не исключен такой сценарий. Ефремова решили убрать так, чтобы это не вызывало никаких подозрений. Его любовница была в зависимости от людей, которым не нравился Ефремов. Ей дали указание подсыпать актеру вещество в алкоголь или, если он употребил по доброй воле, дать более сильнодействующее, чтобы он не рассчитал дозировку. А потом просто уговорить его сесть за руль. Сделать это уже не сложно, ведь он ничего не соображает. Дальше, дело случая. Он мог просто в столб въехать, и его не стало бы. Тоже вариант прекрасный для них. В таком состоянии Ефремова и зная его слабость, сомнений в происшествии ни у кого бы не возникло. Возможно, сам Ефремов ничего не подозревает, что это могла быть не совсем случайность. Похоже, случай был с певцом Витасом, когда ему подсыпали в баре психотропы. Доказать эту версию будет очень сложно. Тут нужно признание человека, который подсыпал или дал вещество Ефремову, и рассказал, кто его заставил это сделать. Возможно, Андрей Малахов пригласит любовницу Ефремова в студию, и можно будет посмотреть, как она отвечает на вопросы, и узнать, почему она не остановила его, когда он садился за руль. Определенно, дело очень сложное, если, конечно, в нем был злой умысел. И, вероятнее всего, при нынешней власти его даже не будут расследовать.